Кто такой Андрей Белоусов? Это доктор экономических наук. Андрей Белоусов не поддерживает неолиберальный курс, и он критиковал еще в 90-е годы переход к неолиберальной модели, что важно подчеркнуть. Андрей Белоусов выступает за протекционизм, является сторонником стратегического планирования. И поэтому, конечно, странно, как такой человек оказался в правительстве, поскольку в плане экономических взглядов он определенно точно не является соратником того же Антона Силуанова. Подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка в описании. Николай Николаевич. Андрей Белоусов, доктор экономических наук. Многие россияне не понимают, чем он отличается от других экономистов правительства, например, от Антона Силуанова и Максима Решетникова. Они являются сторонниками неолиберальной модели. А какие экономические взгляды у Андрея Белоусова? Если он не поддерживает неолиберализм, то за что он выступает, если мы говорим об экономике? За что выступал Андрей Белоусов, когда был вице-премьером по экономике. Сейчас он министр обороны, и у него, понятно, цель одна оптимизировать расходы, чтобы там никто не воровал больше, и чтобы каждая копейка, точнее рубль, они шли там в СВО. чтобы добиться максимальной эффективности расходования средств в военных целях. До этого. В чем была разница Белоусова? Понимаете, вот Белоусов, по-моему, прилежал к тому немногочисленному еще числу наших экономистов, которые смели еще иногда плыть против течения. И поэтому, честно говоря, даже будучи вице-премьером, по-моему, от него не особо что и зависело. Ведь обычно вице-премьер курирует какие-то министерства, дает им указания. Да, вот надо делать вот так, а не вот так. Белоусов это пытался делать. Но у него не очень много получалось. Понимаете? Вот его идея. Давайте пусть крупный бизнес, введем налог, хочу подчеркнуть, на крупный бизнес, говорил Белоусов, чтобы, так сказать, налог целевым назначением пошел на СВО. В Америке такой налог, Victory Tax, был во время Второй мировой войны. Рузвельт вел. Да, целевым назначением. Все средства идут там на оборону. Сказал Белоусов примерно то же самое. Тут восстал весь крупный бизнес, который начал бубнить. Да пошел ты там со своим налогом. Не будем платить. Ведь вы понимаете, в другом случае, ну, достаточно указания президента и Мишустина, и все. И я вас уверяю, соответствующий закон прошел бы через Госдуму, это уж поверьте, за один день, во всех трех чтениях, если бы на то была политическая воля, как с пенсионной реформой. Помните, как вы прогнали вообще, да, через Государственную Думу? Нет. Значит, политической воли не было, и с идеей Белоусов получился добровольный. Не налог, а добровольный взнос бизнеса на СВО. Вот, кто сколько ему уже, знаете, с шапкой прошлись. Смогли мало. Потому что большую часть помощи дают обычные граждане, которые не принадлежат там ни к олигархам, никому. Вот эта история завершилась поражением Белоусова. До этого, значит, Белоусов возмущался тем, что у нас резко выросли цены на стройматериалы. Из-за этого даже, он даже не столько про людей тогда говорил, а из-за этого программы самого правительства стали макулатурой. То есть, правительство, ну, например, там хочет, не знаю, там, например, починить железную дорогу и закладывает деньги, купить там столько-то рельсов, да, чтобы это сделать. Цены на рельсы повышаются в два раза из-за славного свободного рынка. И все. И, получается, у правительства этих денег на ремонт дороги не хватит. Значит, тогда вот Путин дал указание, Дума дискутировала целый день, как же сделать так, чтобы снизить цены, чтобы правительство хотя бы свои обещания могло выполнить. Белоусов предлагал, ну, мысль, знаете, тут к Генштейну-то не надо быть. Из-за чего росли цены на стройматериалы? Из-за того, что у нас бизнес валил все это за границу. За границей была высокая конъюнктура, платили хорошие деньги. И сюда ничего не оставалось. Так как здесь рынок был ненасыщен, цены выросли просто. Простая вещь. Запретите временно экспорт. Это и с зерном происходит постоянно. Ну, то есть, ничего снова сложного тут нет. Восстали те, кто хотят продавать именно на запад или на восток уже сейчас. Потому что там просто платят больше. Что им продавать в какой-то Алтайский край, там, с низкой зарплатой? Если они немцам могут продать, там, не знаю, где зарплата выше. Все. Вы думаете, это трудно отрегулировать? Да один день. Это даже законов никаких не надо. Я вас... Это постановление правительства просто. Ну, куда входит тот же самый Беловосов. У него тогда тоже особо ничего не вышло. То есть, получается, как? Беловосов вроде разговаривает там, что-то предлагает. Ему говорят, да-да, хорошо. Ну, нет, потом там подумаем. И учитывая вот его такую, ну, что ли, такое его стремление иногда выступать собственными идеями, которые противоречат неолиберальному крылу. Вот его поставили на Министерство обороны. Давай, мужик. Вот здесь как раз уже болтовня про процентную ставку, про какие-то лаги инфляционных ожиданий. Вот это все не катит. Тут уже просто людям на линии соприкосновения нужны конкретные вещи, а не прогнозы, которые потом корректируются, потом снова корректируются. Поэтому Беловосова поставили на дело. Ну, от него теперь зависит во многом, как он это сделает. Но я думаю, что ему тоже будут вставлять в колеса палки просто те, кто хотят поднаварить на всем, в том числе на оборонном заказе. Продолжение следует...